Здравствуйте! Вы смотрите программу «Классные уроки плюс 100 к интеллекту». Я Дмитриев Анатолий, историк-краевед. Мы сегодня поговорим с вами о том, какую помощь оказывало население Алтайского края и города Барнаулу, всей стране в годы Великой Отечественной войны. Сразу же после начала войны был создан Всесоюзный фонд обороны, куда стекались взносы, денежные средства, продукты питания, ценные вещи. Коллективы трудящихся строили на свои средства боевую технику. Так появились целые колонны. Так появились построенные на средства бронепоезд «Комсомолец Алтая». Боевые торпедные катера «Алтайский комсомолец», построенные на средства, воевали успешно на Карельском полуострове, в Балтийском море, на территории Финляндии. Это была целая флотилия, построенная на деньги, собранные на Алтае. Кроме денежных средств, армию снабжали подарками. Из Барнаула был отправлен эшелон с подарками для защитников Москвы. Он включал в себя 21 вагон, а помощь была огромной и разнообразной. Собираемые вещи, это были люди, которые жертвовали и в частных пожертвованиях, и трудовые коллективы отправлялись в качестве подарков в прифронтовую полосу. Так солдаты получали пары валенок, рукавиц, которые нужны были холодными зимами. На обелиске на площади Победы увековечены как раз отдельные фрагменты жизни тыла в годы Великой Отечественной войны. И там показаны и отправляемые эшелоны во прифронтовую зону и отправляющиеся туда солдаты. На протяжении всех лет войны посылки шли на фронт непрерывным потоком. Одна из пенсионерок, Любовь Петровна Савельева, подала в РАИСАБЕС заявление с просьбой перечислять в годы войны всю ее пенсию на счет фонда обороны. На предприятиях начиналось движение двухсотников и тысячников. Они обещали выполнять нормы на 200%, на тысячу процентов и буквально жили на производстве. Брали на себя обязанность работать не только за себя, но и за товарища ушедшего на фронт. С таким почином выступил токарь Барнаульского станкостроительного завода Павел Фомичев. И он довел норму своей выработки до 1560%. Преподаватели учащихся школ собрали 64 тимуровских отряда, которые собирали фонд обороны, в том числе 50 тонн металлолома и отправили на фронт 426 посылок. Большие деньги были получены от реализации билетов денежно-вещевой лотереи. Все это составило 163 миллиона рублей. За три года войны фронтовикам были отправлены 9 эшелонов подарков, более 1 миллиона валенок, 300 тысяч теплых вещей и подарков. Жители края проявляли небывалый патриотизм. Формы его приобретали разные масштабы. Массовые воскресники, субботники, движение двухсотников и тысячников, совмещение профессий. Например, токари на производстве в станкостроительном совмещали свои профессии со сверловщиками. На меланжевом комбинате женщины подъезжались и обслуживали до десятка станков. Это и называлось движение многостаночников. Огромный вклад в Дело Победы вносили алтайские госпитали. Они располагались как в Бейске, так и в Барнауле, Змеиногорске и других районах. Всего в крае было открыто 67 госпиталей, через которые прошли сотни тысяч солдат и офицеров, находящихся на долечивании. Как правило, знаем мы, что возвращались в строй до 90% эвакуированных с госпиталями солдат и офицеров и дальше возвращались в строй и снова вступали в военные действия. Госпитали были открыты в Троицком селе, в здании клуба, в здании железной дороги, в рядом стоящих отдельных одноэтажных зданиях, в Олейске и Славгороде, в Рубцовске. Чаще всего госпитали старались размещать рядом с железной дорогой. Особенно хорошо работали санатории. Одним из первых, который находился на излечении эвакуированных воинов, был санаторий Барнаульский, существующий и до наших дней. Бейский дом отдыха, курорт Лебяжья в Егорьевском районе Алтайского края. Вчерашние школы, институты оказывали помощь и сдачей кровью. Всего кровь в годы военные сдали в 11 раз больше, чем она сдавалась в невоенные годы. Через алтайские госпитали прошли от 100 до 200 тысяч человек. В Барнауле есть Булыгинское воинское кладбище. На мемориале его фамилии 4-20 погибших в годы войны в госпиталях на Алтае военнослужащих. Барнаул стал местом, куда были эвакуированы знаменитые театральные и музыкальные коллективы. Здесь давал свои представления оркестр Дунаевского. Здесь на сцене ДК БМК Меланжевого кабинета, как тогда он назывался, а сегодня эту территорию занимает молодежный театр Алтая. Выступал со своими джаз-бендами известный артист тех времен Леонид Утесов. На подмостках ДК БМК выступал со своими психологическими этюдами. Знаменитый в те времена предсказатель Вольф Мессинг, показывая здесь свои психологические опыты. Опальная в это время сосланная певица Русланова. В Барнаул прибывает в годы войны в 43-м году в Камерный театр, Московский театр режиссера Таирова. Он приехал сюда со своей примадонной Алисой Коунин. Здесь они дают свои пьесы, причем пьесы в основном ставились как раз на темы Великой Отечественной войны. В это время уже появились первые пьесы советских драматургов Перничука, Леонова, которые ставятся на подмостках барнаульских. И отсюда же выезжают, из Барнаула выезжают с концертами в прифронтовую зону музыкальные и театральные коллективы, которые везут свои спектакли и выступления солдатам на фронт. Когда враги приблизились к Москве и даже к другим местам, на Украине, например, в большие города, необходимость была вызвана желанием сберечь коллектив. Во-первых, артисты, оказавшиеся под оккупантами, или могли выступать для них, или противиться этому, что могло вызвать недовольство. Поэтому лучше было сберечь. Что касается Москвы, московские театры эвакуированы были, потому что враг подошел очень близко и была одна цель сберечь коллективы, отправив как можно дальше на восток. Какими точками мог быть Урал, потом Сибирь и даже Дальний Восток. В частности, многие коллективы прибывали сюда, именно в зону такой спокойности. Потом, конечно, здесь было менее голодно, чем в окруженных территориях, и подмосковных в том числе, на которые наступал враг. Алтай был своеобразной рекреацией и возможностью, например, отдохнуть, поправить свои силы, особенно подлечиться на курорте в Белокурихе. Пользовались и артисты, которые находились в Барнауле в эвакуации. Благодарю вас за внимание. Удачи вам в саморазвитии.